многие спрашивали хочу показать как я делаю носочки тут у меня в нескольких стадиях это первоначальная стадия я вяжу в две ниточки это alize angora gold и alize lana gold fine вижу плотненько 30 рядов потом один ряд следующим образом резинка 11 петель точнее 13 петель резинка и здесь остается 11 петель делаю 2 убавки здесь когда провязывать отряд этот эти петельки я провязываю изнаночными петлями чтобы выделить дальше 15 рядов здесь лицевая гладь здесь продолжая резинка продолжается потом в шестнадцатом ряду сразу по 2 по 2 по 2 убавки и закрываю потом один ряд 6 петель и все закрываю все в таким такой формы получается может быть для кого-то длинненький но я с учетом подворота это делаю для подворота ну это для йорков для стопы 5 сантиметров лапки если кому-то нужно меньше то естественно нужно меньше петель набирать я набирала 26 петель здесь 2 убавки здесь у меня получилось 24 петли то есть 13 здесь 11 здесь вот здесь у бабочки 2 дальше в одну ниточку вот за эти бороздки вот за эти бороздки я набираю на спицы и вижу вот такую вот лицевую гладь еще одну подошву для чего сейчас объясню тоже точно также повторяю вот эту часть то есть 15 рядов потом в шестнадцатом парке и закрываю все вот на ниточку дальше я вырезаю это двухсторонний скотч складываю пополам вырезаю форму мне и шаблон вырезаю и приклеиваю вот сюда и потом убираю вот эту вот защитную пленочку с обоих сторон приклеиваю и приклеиваю вот эту вот часть выглядит вот таким вот образом это уже приклеена для чего для того чтобы сидела ровно чтобы еще одна дополнительная влагозащита было вот этой ниточкой которая первоначально цеплялась я потом прошиваю так по кругу все ниточки убираю готовом виде это выглядит вот так здесь резиночка если нужно лапка лапки растянется если нет то все соберется далее следующая стадия будет я буду обрабатывать силиконом силикон обычный любой какой у вас какой вы найдете бесцветный найдете черный сделайте черным там разноцветным неважно обычный сантехнический силикон обрабатываю прям вот по краю захожу сюда сюда но дальше я покажу эту стадию тоже на видео вы посмотрите как в конечном итоге получается и остается сделать здесь липучку застежку кто хочет будет подгибать носить кто не хочет может быть под их комбинезон длинные одевать но здесь будет держаться все на этой стадии пока вот все что я хочу показать заканчиваю и показываю вам уже готовый результат вот готовый результат носочков здесь я промазала силиконом он подсох на этапе засыхания можно сформировать какую нужную вам форму носочка здесь тоже промазана потому что ну чтобы сюда тоже не промокала не попадала влага и затяжки это резиночки можно сделать с подворотом ну там уже в зависимости от желания заказчика как ему будет нравиться носители длинные или покороче в общем вот столько две пары две четверти получилось обещала показать смотрите вот такой вот силикон видите написано но сейчас он импортный и сейчас в продаже не знаю может быть только остатки кто-то если может найти почему такой это кровельный силикон потому что он укрывает с одного раза и хорошим слоем он такой густой он быстро сохнет и держит форму он эластичный видите мягкий и экономит время при работе с ним вот я намазала утром к вечеру уже все подсохло здесь можно сделать еще кто по желанию липучки можно сделать но я решила сделать резиночки так что вы можете точно также вязать экспериментировать как вам удобно как вам понравится так что если у вас будут какие-то вопросы пишите вместе их будем решать может быть у кого-то какие-то предложения появятся я в процессе естественно создание всегда все экспериментируем модернизирую так что может быть что-то еще получше получится у кого-то есть опыт получше